Девушки отдыхают Марш разрушение Не самый лучший аддон, причем единственный Не для очень популярной игры Аудиосерф Это игра не соревновательного, а трансового типа Всем привет! В эфире Сноуфак и я, Влад Лехов Каждую неделю мы рассказываем вам О четырех новых играх, оцениваем их И отвечаем на ваши вопросы по прохождению Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте Ксионит Резурекшн Игра выполнена в жанре скролл-шутер Но при этом имеет запутанный сюжет Вам предлагается роль Дрека Космического агента-палача Выполняющего только самые сложные И опасные задания В итоге все сводится к массовому уничтожению Вражеских кораблей и решению Магических парадоксов вселенной Сионит Резурекшн Это старая добрая космическая стрелялка Сделанная по последнему слову техники В игре представлен искусственный интеллект Который придает вашим соперникам сообразительности И вносит логичность в их действиях Также присутствует оригинальная схема развития сценария Она представляет собой пирамиду Первый уровень имеет только один вариант прохождения Второй — два варианта Каждый из них — еще два варианта И так далее Всего 15 уровней События происходят параллельно в материальном и астральном мире В зависимости от того, в каком мире вы сражаетесь лучше Изменяется сюжет и ваше место в пирамиде Прохождение игры можно сделать коллективным процессом А можно устраивать космические бои друг против друга В игре вам предлагается только один корабль Но его можно улучшать разными апгрейдами Во время битвы вы зарабатываете кредиты Которые сразу после боя можете превратить в апгрейды От уровня к уровню меню совершенствования расширяется А кредитов начисляется все больше Системные требования к игре следующие Процессор с частотой 2,5 ГГц Видеокарта с объемом памяти 256 МБ И 1,5 ГБ оперативки А также 6 ГБ на винчестере Игровой процесс разнообразен Вы увидите 30 разных видов соперников и столько же боссов Каждый босс имеет свои тактические приемы и уязвимые места, которые вам придется искать Уровень сложности повышается соответственно с усилением убойных свойств вашего оружия Благодаря такой схеме на последних уровнях творится что-то невообразимое За обломками сбитых кораблей противника не видно пейзажа 5 баллов за геймплей Внешняя игра хорошая Отлично детализированы все соперники И конечно же ваш корабль Маневры сглажены и каждый из них выполняется по заранее написанному скрипту Пейзажи фантастические не только по содержанию, но и по исполнению Жар от звезд чувствуется на лице аж через монитор Основная часть зрелища – взрывы Но они не удостоились должного внимания и выглядят просто как в сполухе огня 4 балла за визуальное воплощение Звуковое сопровождение состоит из обойных мелодий в жанре хард-рок К сожалению, от игрового процесса она никак не зависит Поэтому уходит из внимания и не воспринимается А вот выстрелы и взрывы озвучены качественно С мельчайшими оттенками и эффектом эха 4 балла за звук Xionid Resurrection отлично сочетает в себе задор старых космических стрелялок И современные технологии производства игр Это энергичный шутер с интересным сюжетом и разнообразными тактиками Красивые уровни с множеством врагов, широкий выбор оружия, разнообразные сценарии Игра затягивает на несколько часов Но этого мало для прохождения ее полностью Поэтому, скорее всего, она надолго задержится на вашем компьютере Итоговая оценка игры — 4 балла Xionid Resurrection — головокружительный шутер, объединяющий себе азарт старых космических стрелялок И самые современные технологии Сообразительные противники, разветвление сюжета, тактические задачки Все это с головой погружает в игровой процесс Сверхсложных заданий нет Но некоторые боссы ставят в тупик своим бессмертием А теперь перейдем к вашим вопросам по игре Xionid Resurrection Вопрос Как мне справиться с боссом, который похож на огромный метеорит с рельефными лицами на поверхности? Я выкинул в него все бомбы, но у него еще осталось половина жизни А основной огонь почти не наносит ущерба Отвечаем Стреляйте сначала точно в лица На их месте будут появляться кристаллы Затем просто сбивайте эти кристаллы Вот и все Вопрос Что делать с метеоритными дождями? От них невозможно вернуться Отвечаем Уворачиваться от них и не надо Они взрываются после множества попаданий За них дают много очков Поэтому старайтесь не только простреливать себе путь, а сбивать их все Вопрос А где взять более мощное оружие? Отвечаем По окончании каждого уровня вам предлагается меню, в котором нарисован ваш корабль Под изображением корабля пять ячеек, а снизу список вооружения, которые вы можете монтировать на свой истребитель Справа указана сумма доступных кредитов На эту сумму вы можете выбирать оружие из списка Покупайте его и вставляйте в ячейки А некоторые виды оружия можно приобрести во время прохождения уровня Например, бомбы и ракета На первый взгляд, жанр сетевых 3D-шутеров уже давно поделился на две половины Одни играют в Кан Тру, другие в Квейк Но разработчики не отчаиваются и до сих пор продолжают удивлять поклонников жанра неожиданными идеями Так, недавно в интернете появился новый 3D-шутер В котором игрокам позволено прямо во время боя изменять ландшафт местности О том, как это происходит прямо сейчас Целестиал Импакт Это командный шутер от первого лица Действие которого происходит на астероидах, плавающих в безвоздушном космическом пространстве От большинства подобных игр его отличает возможность деформировать поверхности игрового мира во всех направлениях Любое, даже самое незначительное воздействие, оказанное на астероид, тут же меняет его внешний облик Если же патронов мало, а проделывать дыру в каменной глыбе нужно быстро То вам на помощь придет специальное приспособление, названное разработчиками Dirt Gun или грязевая пушка С ее помощью вы можете изменять ландшафт астероида прямо во время боя В зависимости от выбранного режима, это чудо-оружие может копать ямки, причем на довольно приличном расстоянии Или наоборот, наращивать небольшие холмики Таким образом, во время сражения астероид принимает самые неожиданные формы Что дает игрокам безграничные возможности в области тактики и командной игры Карты изначально представляют собой сферу с множеством выступов и впадин Точка притяжения расположена в центре астероида Что дает игроку возможность бегать вниз головой и при этом не срываться в открытый космос Кроме этого, используя грязевую пушку, можно прорыть туннель, который позволит вам быстрее перемещаться между полушариями Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на тактовой частоте 2 ГГц 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти На жестком диске Celestial Impact займет 400 МБ Геймплей поделен на несколько основных режимов Борьба за флаг, в данном случае Crystal, Deathmatch и Crystal Rounds В последнем случае игрокам предлагают атаковать тех, у кого находится кристалл Одним словом, наборы режимов стандартен и большого интереса не вызывает Что касается терраформинга, то эта функция становится полезной только в случае командной игры Когда есть время строить укрепления или рыть туннели прямо в поверхности астероида Четверка за геймплей Графика не выдерживает никакой критики Такую картинку игры демонстрировали уже 10 лет назад Впрочем, чему удивляться? Ведь шутер распространяется совершенно бесплатно, двойкой за внешний вид Фоновая музыка еле слышна и вызывает скорее зевоту, чем желание бегать и стрелять во все стороны Что касается эффектов, то здесь имеется минимальный набор звуков, выстрелов и информационных сигналов Сообщающих игроку о бонусах Двойка за звук В итоге мы имеем шутер, единственное преимущество которого заключено в уникальном оружии — грязевой пушке Впрочем, полезность этого девайса можно легко поставить под сомнение Бюджетная графика и звук вгоняет в тоску уже после первых десяти минут игры А скудный набор режимов не даст разгуляться фанатам командной игры Двойку получает сегодня онлайн-шутер Celestial Impact Celestial Impact Большой популярности, конечно, не заработает, но внимание этот проект, безусловно, заслуживает К сожалению, помимо оригинальной идеи староформингом, больше игре похвастаться нечем Плохо отлаженный геймплей начинает утомлять уже через полчаса виртуальных баталий А изменение ландшафта на деле оказывается не такой уж занятной идеей Но, тем не менее, вопросов по игре пришло немало И на некоторые из них мы ответим прямо сейчас Вопрос Как лучше использовать Диод Кан? Никак не могу найти ему полезного применения Отвечаем Первое, что вам необходимо научиться делать, это отстраивать небольшие стенки вокруг кристалла Чтобы было проще его защищать Также можно использовать грязевую пушку в бою Стреляйте под ноги врагу, и он будет либо падать в проделанную вами яму Либо подниматься на небольшой холм Таким образом, можно не дать противнику прицелиться Кроме того, можно постараться замуровать врага Для этого отыщите любой вырытый им туннель И заблокируйте его с двух сторон в то время, когда противник будет внутри Еще один интересный способ использования эта стрельба из Диод Гана под ноги Таким образом, вы можете очень быстро подняться на любую высоту Смотрите далее Вархаммер, печать хаоса, марш разрушения Не самый лучший аддон, причем единственный, не для очень популярной игры Одиосерф Это игра не соревновательного, а трансового типа Вархаммер, печать хаоса, марш разрушения Не самый лучший аддон, причем единственный, не для очень популярной игры Одиосерф Но настолько же новые юниты и всякая мелочевка, но тоже с обязательной приставкой «новый» Особое внимание уделяется мультиплееру Помимо «представьте себе новых» режимов, там присутствует возможность самостоятельно раскрашивать юниты Чтобы потом красоваться ими перед противниками Вархаммер, печать хаоса Неудачная разработка, о которой геймерское сообщество стало очень быстро забывать Больше чем за год не появилось ни единого аддона, фанатского патча или дополнения Именно такие обстоятельства говорят о некачественном, неинтересном или даже очень скучном продукте Почему же появилось продолжение? Дело в том, что издательство Nemco Bende Games America решило сделать этот аддон А его разработку поручили компания Black Hole Entertainment Далеко не самой известной студии В итоге для заказчика-издателя все получилось более-менее хорошо Дополнение сделали и вроде даже неплохо Но, к сожалению, на деле, то есть для нас, вами, игрового сообщества Игра получилась не такой интересной и новой, как хотелось бы Игра поступила в продажу 15 мая 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео А также 4 ГБ на жестком диске Warhammer, печать хаоса, марш разрушения Имеет достаточно посредственный сюжет без каких-либо гениальных идей и нововведений Допустим, сюжет может быть не так уж и важен, если игровой процесс будет затягивать сам по себе Всего две новых расы и одна простенькая компания Так же, как и сюжет, лишённый каких бы то ни было изысков Короче, всё скучно и прямолинейно, как железнодорожные пути Прямолинейно из-за разработчиков, которые так запрограммировали игру Скучно всё из-за тех же разработчиков, которые позволяют искусственному интеллекту безбожно тупить, что в свою очередь заставляет игроков идти по самому простому пути Набираем армию побольше и вперёд, крушить врага очень плохо Наша оценка геймплея 2 балла Что действительно впечатляет, это вступительный ролик Качество анимации и графики очень и очень приличное, но это единственное, что стоит отметить во внешнем виде разработки Все остальные ролики используют движок игры, поэтому смотрится банально и слишком просто А игровой процесс не приносит никаких откровений в плане графики Хоть разработчики и заявляют, что переработали анимацию боя во время дуэли Реально это не меняет положение вещей Всё выглядит неплохо, но не слишком выразительно Наша оценка внешних данных игры 3 балла Звуковое сопровождение игры также ничем особо не выделяется, но при этом вполне приличное Предлагаем вам прослушать фрагмент из игры, а наша оценка звукового сопровождения 4 балла Мультиплеер единственное, чем эта игра может заинтересовать, и то далеко не всех Так как в многопользовательском режиме представлено всего 3 простых режима Наша общая оценка игры 3 балла Да ничего особенного эта игра из себя не представляет В неё добавили чуточку нового И ещё немного другого чего-то нового Чтобы привлечь внимание игроков, которые уже успели позабыть эту не слишком гениальную игру А привлекли внимание к этой игре для того, чтобы повысить интерес к специальной версии для приставки Эта версия появится в ближайшее время Так вот, если вас заинтересовала эта игра и появились вопросы Смотрите наши ответы прямо сейчас Первый вопрос В оригинальной игре меня больше всего бесило то, что во время боя первая линия войск дерётся А остальные солдаты стоят и ничего не делают Есть ли какие-то изменения в этом дополнении? Отвечаем Нет, всё осталось точно так же Но стоит отметить, что такой способ ведения боя взят из оригинальной игры специально Только не из компьютерной игры, а из настольной В правилах в ней чётко написано Единицы, выбывающие из передних рядов, заменяются запасными из задних рядов Следующий вопрос Мне очень нравятся подобные игры Я взахлёб играл в Darkoman и Shadow of the Harned Red Но никак не получается пройти первую миссию за орков Несколько раз пробовал Посоветуйте мне какую-нибудь тактику Отвечаем В этой миссии есть какая-то недоработка с балансом Не стоит начинать дуэль с последним противником Даже если ты будешь прокачивать только дуэльные навыки, всё равно проиграешь Поэтому его надо убивать обычными юнитами Проект, о котором мы сейчас расскажем, в высшей степени уникален Представьте, что вы запускаете игру Выбираете свою любимую музыкальную композицию Вид транспорта, который, кстати, напрямую влияет на тип прохождения И попадаете на трассу, которая выстроена в строгом соответствии с ритмом и характеристикой звука вашей любимой песни Количество трасс ограничено исключительно объёмом вашего музыкального архива Интересно? Тогда смотрим За последний год-полтора маленькие игры от гаражных разработчиков Наконец-то превратились в то, чем они давно хотели быть Большое и значимое явление На Independent Games Festival, где ежегодно награждают лучшие игры такого рода В этом году была нешуточная интрига До самого конца оставалось непонятным, кому же достанется главный приз Основная борьба развернулась между Crying Physics Deluxe и AudioServe Первое место в итоге получил Crying Physics Deluxe, а AudioServe досталась награда Excellence in Audio Достижения в области аудиодизайна Оба проекта концептуальные шедевры Но с Crying всё становится ясно с первого взгляда Головоломка, основанная на физике, которая выглядит при этом как карандашный набросок А вот аудиосеров обычным человеческим мозгом так сразу и не поймёшь Неясно даже, как её классифицировать Быть может, это музыкальная гонка-головоломка? Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 256 МБ видео И 700 МБ на жёстком диске Усвоить механику проще всего путём прямых ассоциаций Выглядит это так Вы выбираете из своей музыкальной коллекции композицию и скармливаете её игре Анализируя музыку, игра выстраивает целую трассу По которой предстоит проехать Управляя левитирующим агрегатом вроде тех, что были в вайп-аут Перемещать аппарат можно только вправо или влево Некоторые могут ещё подпрыгивать Вперёд он летит самостоятельно, а его скорость зависит от темпа композиции Если темп быстрый, то вы мчитесь вперёд, как ракета Если неторопливый, плывёте не спеша, размеренно Кроме того, на скорости влияет ритм На паузах и медленных фрагментах корабль снижает ход На акцентированных моментах двигается рывками Ритм также задаёт ландшафт трассы Подъёмы и спуски, повороты обычные и резкие спиралевидные Наша оценка геймплея — 5 баллов Графика тут примитивна, однако небывалых красот от неё никто и не требует Внимание акцентируется, само собой, на музыке Она здесь влияет на всё От неё зависит расцветка и ландшафт трассы Скорость и темп передвижения Расстановка и палитра блоков Наша оценка графического оформления игры — 4 балла О музыкальной составляющей, сами понимаете, можно говорить бесконечно Это тот редкий случай, где удовлетворены абсолютно все музыкальные вкусы Наша оценка аудиореализации — 5 баллов Если вы подключены к интернету, результат каждого заезда публикуется на всеобщей онлайновой доске почёта Там же можно увидеть хит-парад наиболее популярных композиций Но следить, на каком ты месте и сколько вообще очков набрал, честно говоря, совершенно не хочется Это игра не соревновательного, а трансового типа Наша общая оценка аудиосерф — 5 баллов У проекта аудиосерф есть все шансы войти в когорту золотых игр, таких как Lines и Tetris Гениальны в своей красоте игры, одинаково интересны и домохозяйкам, и зафигдотаем виртуального мира Прибавьте к этому полное соответствие вашим музыкальным вкусам, и вы не сможете оторваться Однако в игре есть несколько нюансов, касающихся прохождения Над некоторыми из них мы приподнимаем завесу тайны, отвечая на ваши вопросы по игре аудиосерф Первый вопрос На что влияет выбор персонажей перед загрузкой трассы? Отвечаем — на очень многое В первую очередь непосредственно на транспортное средство И во-вторых, что не менее важно, на игровой режим В верхней строчке расположены самые простые — моно, где вы ловите всего два типа блоков Point Man, в котором вы можете накапливать блоки и выкидывать их в нужный вам момент И Double Vision, где вы управляете двумя корабликами или играете на одной клавиатуре с приятелем А вот расположенные внизу элитные этапы заставят поломать голову видавших виды любителей игр-головоломок Следующий вопрос Какие треки лучше всего подходят для загрузки в аудиосерф? Отвечаем Как уже говорилось выше, вы вольны загружать абсолютно любые музыкальные композиции Но наилучшие результаты дает электронная музыка с четко выраженным ритмом В комплекте с игрой именно такая и поставляется Правда, для искушенного игрока она будет недостаточно быстрой Зато саундтрек из той же Ballistics под аудиосерф ложится идеально Композиции как раз достаточно быстрые и агрессивные Только не забудьте отключить звуки самой игры Тогда медитация гарантирована Рады были помочь вам в прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Факт Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamuzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok